С интригующим подкладом лаборатория на инструментальные тесты при заболевании вен, поверье и городские легенды. Не надо было быть предыдущим на заседании, потому что здесь у вас речь пойдет про тромбозы, а не про заболевание вен. Этот слайд сегодня будет часто. Напоминаю, что всех вас мы ждем в Питере 23 и 26 мая на нашей конференции. У меня нет конфликта интересов, но я хотел задать аудиторию, является ли проблемой сегодняшнего дня тромбоза и легочная инвалия? Венозный тромбоз и легочная инвалия. Агис Камильевич закивал, его соседи закивали, а я бы сказал, что на самом-то деле, это, конечно, проблема, но она была всегда, она и сейчас, она будет завтра, ничего не меняется. Это та проблема, которая является неким базовым фондом. А вот проблемой сегодняшнего дня, на мой взгляд, является ситуация, с которой мы все с вами регулярно сталкиваемся. Видели такие больные, да? Бывают они у вас на приеме? Что они вас спрашивают? Все пропало. Я сдал анализы. А там такой, кому не писали в WhatsApp или в Telegram люди, которые попали в такую ситуацию? Ну или другой вариант. «Почитайте мои УЗИ и давайте немедленно меня нужно спасать, потому что там все в УЗИ написано, я буквально при смерти». Ну, имея еще другой вариант, сходил к гематологу, и на 155-й странице в 12-м абзаце написано что-то такое, что очевидно означает, что человек уже практически при спорте. Это называется ультразвуковая порча, это называется лабораторная порча. Значит, чем занимаются сейчас флебологи, продвинутые и хорошо знающие проблему, они занимаются тем, что порчу снимают. А некоторые, да, некоторые ее наводят, но мы с этим работаем, да, но в целом мы занимаемся флебологи, снятием порча. Почему мы до этого дошли? Дошли бы до этого потому, что мало кто знает, что такое законы Мерфи. Кто знает, что такое законы Мерфи? Раз, два, три. Ну, в лучшем случае, десятая часть аудитории. Я уже не первый раз спрашиваю, и приблизительно будет один и тот же ответ. Но более того, даже те, кто про них знают, мало кто их читал. Кто прочитал законы Мерфи? Три руки поднялось. В принципе, знает, но мало кто читал. В законах Мерфи все написано, как нужно делать, чтобы не было ультразвуковой лабораторной порчи. Так называемый афоризм Кахрейна. Получая направление на анализ, ну, выдавая направление на анализ, подумайте, что вы предпримете, если результат окажется а положительным, б отрицательным. И если ответы совпадут, то надобность в таком анализе, исследовании, она, соответственно, отпадает. Нет никакого смысла делать это исследование. Ну, и комментарий Лорда Коэна. Второе тоже важное замечание, которое я немножко перефразировал. Оно гласит доступность в оригинальной операции. Но я, насколько мы говорим про диагностику, доступность диагностического исследования еще не показатель того, что его нужно делать. Что происходит сейчас как раз там с додимером, с ультразвуком, они доступны. Если бы ультразвук стоил бы 700 долларов, как оно стоит там где-нибудь в Соединенных Штатах, то тогда бы многие пациенты задумывались, стоит ли добиваться этого исследования. Ну, я часть перечислил, их на самом деле много. УЗИ посмотреть на всякий случай не для там тромба, да, сделайте мне, назначьте мне УЗИ там, или как рассасывается ли мой тромб, доктор, давайте вот прошло там сколько-то времени, посмотрим. Надо ли продолжать прием антикогулянтов? Ну, додимер, понятное дело. Поиск тромбофилии. Тромбофилии вообще просто. Вот тромбофилии случился, давайте вот всех искать тромбофилии. Лабораторный контроль за терапией прямыми аральными антикогулянтами. Можно много на самом деле еще вспомнить. Ну, вот городская легенда это то, что тромба это нечто такое, что можно носить, тебя внезапно убьет, и поэтому надо пойти посмотреть, а вдруг ты носитель вот этого самого внезапно убивающего тромба. Кто из вас таких больных видел? Вот случайно пришли и выявили. Видели? Как часто, сколько вы их видим, таких больных? Ну, да, 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 вот так. Ну, 2-1, да, за всю практику. За годы, конечно, мы такие больных увидим со случайной находкой. Но второй вопрос, который всегда задается, это старые изменения, или это вот свежий тромб, который действительно вот так, да, был обнаружен. Более того, когда к вам пришел человек и говорит, давайте сделайте мне УЗИ, посмотрите, нет ли сейчас тромба. Я обычно говорю, знаете, вот это УЗИ, сколько действительно, сколько. Вот вы закроете дверь, когда выйдете из кабинета. И на этом действительно можно заходить снова и еще раз делать, потому что тромбоз вот сейчас он может образоваться в любую секунду. Поверь я. Посмотреть, как там тромб рассасывается или не рассасывается. На что это может повлиять? Какой нам смысл смотреть, рассасывается тромб или не рассасывается? Ну, обычно продолжать прием антикоагулянтов или не продолжать прием антикоагулянтов. Если плохая реканализация, вот давайте, тогда вы, наверное, надо добавить диасмид. Ну, или продолжить прием антикоагулянтов. Возвращаемся к резидуально-венозной обструкции. Честно говоря, я вот следил за Евгением Аркачевым, на какой-то момент упустил его доклад, когда он говорил о сроках антикоагуляции. Я помню, то есть, что демера не было. А вот про резидуально-венозную обструкцию я не помню, было там или нет. Но я для себя посмотрел, забил подмет резидуально-венозной обструкции, обнаружил самый свежий обзор 2015 года, в котором сказано ограниченное значение, только если посмотрели через три месяца. Почему после 2015 года не появилось систематических обзоров по резидуально-венозной обструкции? Нечего обзирать. Да, то есть, соответственно, у нас получается, ну, проблема решена, над чем мы бьемся. Самое смешное, когда задаешь вопросы, а как ее измерять? Во-первых, ну, три месяца, предположим. Но это же надо попасть еще в три месяца, чтобы пациент пришел в три месяца, там, и так далее. В какой вене? В какой вене? В какой точке этой вены? Вены же они у нас имеют как минимум несколько сантиметров протяженности. Сколько в граммах вешать? Точно в процентах. Нет ответа. Додимер, тоже известная поверье. А вдруг там есть тромбоз глубоких вен? Ну, вот если мы посмотрим систематический обзор и метаанализ вообще тестов, которые выявляют тромбозы глубоких вен. Смотрите. Если мы даже не смотрим вены ниже подколенной, у нас чувствительность и специфичность 90-98%. Так делают исследования во многих европейских странах. Они не смотрят берцовые вены. Они скрининговые исследования. Это подколенная, бедренная, от подколенной и выше. Если мы делаем полное, у нас повышается чувствительность, специфичность остается на том же самом месте. Если мы делаем додимер, у нас высокая чувствительность, а специфичность 36%. Что это означает? Вы идите сейчас на улицу, там будет 100 человек. И с тромбозом ходить вокруг. Ну, зная, что кантамер, они вот ждут, когда выйдут доктора, они у них начнут спрашивать, как дальше себя вести. У них будет 96 из них с повышенным додимером. А если мы возьмем 100 человек там же, на этой улице, которые не знают, потому что идет кантамер, у них вообще нет тромбоза. У них вот 36 повышенный додимер. Вот из 100 человек просто в дикой природе у 36 будет повышенный додимер. Ну и когда этим людям обычно говорят, ну сдайте додимер, ну что сдавать, не так понятно, что у каждого третьего там будет повышение. В чем, собственно говоря, смысл? Есть исследования, которые показывают, например, я наткнулся, пока готова такой презентацию, диагностические модели, основанные на использовании уровня додимера, не способны исключить тромбоз у онкологических больных с подозрением на тромбоз глубоких вен. Если мы посмотрим наши рекомендации, внимательно, у нас есть упоминание додимера, но оно вот в одном-двух местах и крайне осторожное. А в целом, в основном, везде проходит. Не надо, не надо, не надо, не надо делать додимер, не надо основывать на этом свой этап. Если мы посмотрим свежие рекомендации 23-го года Европейского общества свойственных хирургов, вы удивитесь, вообще додимера в принципе нигде нет. Он почему-то только там у больных с синдромом Криппелитринальной вдруг всплывает в каких-то обстоятельствах. Не надо, вопрос закрыт. Нет, надо зарыть этот топор войны с тромбозами, вот не тот топор, он бьет в обратную сторону, в общем, человек, потому что мы от этого страдаем. Мы, весь мир не страдает. Тромбофилии, да, вот надо искать тромбофилии, случился тромбоз. Посмотрим то, как устроено все в стране, где все считается по деньгам. Да, вот любой след, должно показать, что она сэкономит деньги здравоохранения. Единственное, это Великобритания, единственным показанием тестирования служит необходимости поддержки решения, а, как у нас практически написано, рекомендуется рассмотреть. Для поддержки решения, не для принятия решения, а для поддержки решения. То есть, врач решил, сомневается, да, я посмотрю, чем можно поддержать решение. А прекращение антиплюнерной терапии у больных с неспровоцированным венозным тромбозом. Пациентам с наличием ближайшего родственника, принесшего ВТО, можно рекомендовать, не императивно, не надо рекомендовать, а можно рекомендовать, хотите сделать, не хотите, не делайте. Ну и пятое поверье, это в аппаратурный контроль за терапией прямыми оральными дипогулянтами. Врачу, ваше внимание, что если вы внимательно, мы все почитаемся, хотя рутинный мониторинг этих агентов не требуется, он не требуется, а их придумали для того, чтобы не делать дополнительный анализ. лазерную облитерацию придумали для того, чтобы не делать кроссектомию и спинальную анестезию. То есть какие-то вещи нам дают для того, чтобы мы отказались от каких-то лишних действий. И анализ, и контроль здесь за терапией прямыми оральными дипогулянтами, он лишний. В нашей рекомендации нет ни слова о контроле прямых оральных антикогулянтов. И завершая свой такой небольшой экскурс вот в эти вот, их можно еще набрать. Я думаю, что если мы соберемся все вместе, мы целую книжку можем написать. Менделеев сказал, что в суеверии есть уверенность на знания неоснованное. Наука борется с суеверием как свет с подъемками. Необходимость оценки дедимера или поиска тромбоз, случайно выявляемого с помощью УЗИ, это и есть то самое. То самое суеверие абсолютно соответствует этому определению. Но если мы вернемся ко второй части, да, наука, которая борется с суеверием, есть еще прекрасное рассказывание, но же пернардашов. Дайте суеверному человеку науку, и он превратит ее в суеверие. Какие врачи, которые работают с больными сенозными тромбозами, у нас самые суеверные, если следовать этому определению? Ну, кто пишет многостраничные заключения о возможных рисках на этой страничке, риск тромбоза, на той страничке риск против тромбоза, гематолога. Ну, фактически, да, вот я не знаю, почему так получилось, я не против гематолога, прекрасные люди, и многим помогают, но в данной ситуации это очевидное превращение суеверий, боязни от тромбоза в некий вариант науки. Это клиника, из которой я родом, а это 25-й кадр. Вопросы? сделать УЗИ. Это забавно. А если мы будем говорить, что УЗИ недостаточно точен, это тоже проблема подготовки врачей к УЗИ-диагностике. А вот у меня такой вопрос, он немножко шуточный. Можно тогда давать заключение в частном фактическом центре по европейскому протоколу не смотреть с операционной меры? Нет. То есть, смотрите, вы сказали, в Европе не сменят. Давайте мы будем писать типы. У нас же свои, у нас свои рекоментирующие документы, мы не можем. То есть, мы все-таки должны бирсуал-мену всегда осматривать. Да, если мы можем прописать, если мы это пропишем, да, это становится некой реальностью. как в этом. потому что по времени, наверное, бирсуал-мену и половину занимает времени. Да нет. Хороший УЗИст бирсуал-мену смотрит с такой же скоростью, с какой он смотрит подколенную вену. Поэтому, мне кажется, миф немножко подраздутый, в том числе, я не знаю, европейцами, американцами, потому что люди, которые сидят на десятках больных свинозных, на сотнях больных свинозных тромбозами, для них это не представляет проблем обычно. Жаль. Вам спасибо. Все? Так, еще вопросы? Так, спасибо. Еще.